Да, ребят у нас по катушке и в этот раз с суммным человеком. Я владелец аж нескольких такси-компаний. Даже мы взяли в управление огромный московский парк, измайловский. Но кому-то продавать, я бы, наверное, продавал бы дерьмо. А что, Саня, сколько удавалось и удалось зарабатывать? А как вы решили, что все плачь, надо сваливать? Ну, что-то когда-то две недели, я уж не жрал. Не жрал две недели? Шучу, шучу. Ну да, когда учил три. Сейчас у нас оборот, чтобы не соврать, скажу, где-то четыре тысячи долларов в день. Это вот такой приход сейчас по ферме. Саня, да, растет на тысячу процентов, будет, да и ладно. Самое главное, что там, в России. Все так нормально. Купился шесть медиокарт, подключил специальные программы, которые добывают. Мне кажется, что-то непонятно. Я сегодня общался с Никой, с Антоном одновременно. И когда они начинали разговаривать, я думаю, ебать, короче, заберите меня. Мне кажется, сейчас кто-нибудь смотрит это видео. И такой, знаешь, прям, выстрел такой. Пошел, взял дедовое ружье, короче. А в рот засунул просто. Понял, что он ничего не понял, не застрелился. Да, на него брызгает, такой блядь и бизыни, короче, чувак. Здорово, это Шамшурин. И прежде чем ты будешь смотреть эти покатушки, у меня для тебя крутая информация. Если вообще тебе интересна эта тема, и в частности, интересно наблюдать за моим каналом. Там, соответственно, если ты проходил какие-то мои тренинги. Наконец-то книжка в магазинах. Вот она выглядит вот так. Она выглядит вот так. Вот, она вот такая вот толстая. Обложка изменена, но содержание тоже редактировать не стали. И это очень круто, потому что оставили полностью оригинал. Это вообще здорово. Она сейчас находится во всех крупных книжных магазинах страны. Поэтому в каком бы городе ты ни жил, я думаю, что там возможно, что она есть в каком-то крупном книжном магазине. Плюс на интернет-магазине Озон там прежняя обложка. И ты можешь заказать ее через интернет, либо вживую прийти в книжный и купить ее там. Поэтому я тебе очень рекомендую. Сам читал. Вот. Я думаю, тебе будет полезно и интересно. Плюс здесь еще есть вот такая штука, как тренинг внутри. Бесплатный. Ответственно, ты сможешь пройти по ссылке и скачать какие-то видеокурсы. Абсолютно бесплатно, абсолютно в свободной форме. И еще такие две новости. Значит, сейчас скажу. 12-13 я в Питере. Буду проводить двухдневный уикенд с еще одним тренером с моим. Что это? Это формат суббота-воскресенье с утра до вечера. Это будет небольшая группа людей. По стоимости и всем подробностям. Там будет телефон под видео. Там написано, что Питер. Звоните, спрашивайте, записывайтесь. Потому что количество мест ограничено. То есть больше-большего мы не возьмем, потому что иначе не хватит индивидуальной работы на каждого. И в Москве это будет 19-го и 20-го, соответственно. То есть 12-е, 13-е мини-группа уикенд в Питере. Увидимся с вами там. И 19-е, 20-е мини-группа уикенд в Москве. Увидимся с вами в Москве. Такие классные новости. А теперь, ребят, смотрите, покатушки с умным человеком. Вот он стоит, кстати. Если бы не Саня, этой книжки бы вот здесь не было. Саня познакомил меня с человеком. С женщиной, я бы даже сказал. С прекрасной, замечательной. Которая как бы способствовала тому, что книжку напечатали в издательстве АСТ. И, соответственно, она попала в магазин и в интернет-магазин Озон. Саня, спасибо. Гениальный. Гениальный маркетолог Саня. Все, поехали кататься и поболтаем, Санько. Вы узнаете о нем подробнее. А у тебя вообще ебашь, наверное. Я тут выпендриваюсь, а твоя, наверное, на мою сделали. Так, у меня 2 литра. Так у тебя она маленькая. А у тебя сколько? По-моему, ты уже 2, у меня 249 лосей. Ну, где-то приблизительно столько же. А сколько у тебя до сотки? Ой, блин, это такие вещи, которые я никогда не знал. Ну, это самое главное, мне кажется. В машине? Какой-то там, не знаю, крутящий момент, лишь бы сколько она до сотки еле. Сколько до сотки, хрен его знает. Самое главное, чтобы красивая была тачка, не запаривала, в ней ездить. Ну, блин, до сотки, ну, для меня важно тоже. Хотя, если, конечно, будет такое, что-то квадратное. Самое важное, это Каен. Самое важное, это Каен. Турбейс. Ну, вот меня недавно клиент прокатил, короче, 520 лосей, бля, он, конечно, фырит. Ага. Просто адовый фырит. Я один раз водил Каен, и я запомнил это ощущение, когда его заводишь, такая нежная дрожь. А я смотрел этот МСАМГ-шный в салоне, там заводишь, и прям, когда на газ прям нажимаешь, чувствуешь вот эту вибрацию двигатель. Блин, ну, конечно, тоже это круто. Че, давай, это, поздороваемся, что ли. Здорово. Всем привет. У нас в гостях Саня. Саня, скажи, что ли. Меня зовут Александр Никиенко. Занимаюсь инвестициями в криптовалюту. Так, непонятное слово, криптовалюта. Да, ребята у нас по катушке, в этот раз с умным человеком. Вот, поэтому, возможно, сейчас какое-то некое предисловие. То есть, возможно, многим из вас будет интересно послушать Саню, но многим, может, не интересно, потому что они скажут, что это слишком сложно для меня. Ну, для меня это реально сложно. Или слишком просто, может, уже кто-то далеко ушел от меня. Да, но, во всяком случае, мы в конце дадим какие-то контакты, и, возможно, может быть, кому-то там из вас захочет посотрудничать, или что-то, какую-то консультацию какую-то получить. Давай, Саня, рассказывай, чем ты занимаешься. Да, еще раз, парни, привет. Занимаюсь инвестированием в блокчейн-активы. То есть, среди... Ты только сразу переводи на русский. В том числе и для меня, Саня. Все, есть такая новая технология блокчейн. На ней построена, грубо говоря, сеть биткоин, сеть эфириум и вообще все альткоин-сети. Это сейчас новый тренд криптовалют как раз, да, то есть... То есть, ее не существует по факту, да? Расскажи, да, что такое криптовалюта вообще? Криптовалюта, да, очень хороший вопрос. Все слышали, но никто не знает. Я сам, говорит, не знаю, в принципе, да, что такое. Зачем не знать, да, растет на тысячу процентов в год, да и ладно. Не, на самом деле есть... Само ножичка такая. Есть технология, да, технология, которая называется блокчейн. Это цепочка блоков, в которой каждый блок записывается. Ну, вы поняли, да? Пока ни хрена не понятно. Не, смотри, насколько я знаю, это как бы какая-то интернет-валюта, не физическая. Да, не физический актив. И она, ее никто не хочет в войну, так сказать. Она в каждой стране не приветствуется, потому что она угрожается. Уже приветствуется. А, уже приветствуется? В Швейцарии уже есть зона специальная, которая, грубо говоря... Ну, Швейцария, это бабла со всех. В Швейцарии регулирует уже, да, управление биткоином, проведение ICO, то есть проведение таких вот типа краудфандинговых и краудинвестинговых сборов денег, да, в валюте, в криптовалюта. Смотри, а как ими пользоваться? То есть ты, допустим, можешь в интернете за какой-то товар расплачиваться или что? Да, да, сейчас уже можно там в ресторане у Новикова заплатить криптовалютой. А для того, чтобы ей пользоваться, надо всего лишь на всего кошелек завести. Желательно два кошелька. Один, на котором ты ее хранишь, да, вот, грубо говоря, холодный кошелек, из которого нельзя ее украсть, да, и один там на мобильный поставить, чтобы делать эти расчеты. А это только у Новикова такая история? Слушай, я обычно плачу только на биржу Полоник. Ты обычно ешь только у Новикова, короче, да, как олигарх, поэтому решил, что так. Просто, конечно, крошки картошки не прокатит. Пока нет, но скоро в Ростакси можно будет заплатить. А, Ростакси, да, это такая еще одна реклама, да? Пока для русского человека криптовалюта – это максимум, что это инвестиция. Для предпринимателей это новая сеть для построения каких-то умных контрактов, для таких узкоспециализированных вещей нам это пока не нужно. Только если мы хотим инвестировать в это и заработать денег, как активный, пассивный доход. А вот как, например, если кто-то из наших зрителей скажет, мне интересно, я хочу что-нибудь, то есть, что им надо? Ну, есть вот три вещи сейчас такие актуальные. Какая пошаговая с тем, то есть, ну, там, с чего начать, изучить что-то, я не знаю, там, посмотреть какие-то формы или чего. Да, самое простое – это начать майнить. Сейчас, знаете, такая тема – бум, сейчас все майнят, все стали фермерами, накупили себе ферн для майнинга, подключили. А, это пиздец. Видеокарт накупили, собрали. Вот, это пока остается актуальная штука, просто ферма сейчас скупается не за шесть месяцев, там, а за двенадцать, ну, условно. И можно добывать криптовалюту посредством майнинга. А что такое майнинг? Ну, купил себе шесть видеокарт, фоткнул их в материнскую плату, подключил их, там, специальной программой к пулу, который добывает, там, какой-то из альткоина. Жесть, я столько непонятно. Я сегодня общался с ним и с Антоном одновременно, и когда они начинали разговаривать, я думаю, ебать, короче, заберите меня. Мне, конечно, сейчас кто-нибудь смотрит, ну, это видео, и такой, знаешь, выстрел такой. Пошел, взял дедовое ружье, короче, а в рот засунул просто. Понял, что он ничего не понял, меня не застрелил. Светой водой начал на мониторку. Да, на него брызгать, такой блякает языги, короче, чувак. Ты сейчас читаешь сатанинские молитвы в Тюмени, там, чувак сидит. Подожди, пацаны из Тюмени сейчас майнят на все, он сейчас сидит и пыхнет от пота, потому что у него шесть ферм вокруг него стоит. Ну, там же тоже есть такие, да? Комната греется. Греется, да, там плюс 50 у него, короче, в комнате, да. Поэтому у меня есть ангар в Подмосковье, где мы этими фермами управляем. Серьезно? Да, мы не построили, а отремонтировали ангар, провели там 200 кг, как это называется. Вот, блин, я не такой ботан, кстати, 200. Слушай, плюс 50 в комнате, я, кстати, никогда не ощущал. Киловатт, наверное, да. Не ощущал. Нет, там уже не плюс 50, там вытяжка хорошая. Нет, а вот если так, плюс 50 в комнате. А, ну да, вот те пацаны, которые дома поставили, вот эти штуки, наверное, сейчас это. Потому что не очень радуются, да, и кондиционерам не помогают. Не платят за тепло, да. Зимой им будет хорошо. Зимой можно парники, дом будет паснуть, помидоры вырастут. У нас, кстати, ребята, эти покатушки не про телочек, вот. Не знаю, решили просто прокатиться, вот это самое, по городу. Вот, а ближайшие, прям вот, ближайшую неделю где-то выйдут прикольные покатушки, там они и про телочек. То есть и подходы, как я и обещал, вот с начала августа, правда, но завтра. Вернее, когда ты будешь это смотреть, тебе уже будет, наверное, число 2-3. Вот, прям самые-самые-самые ближайшие дни будут покатушки про телочек. Я могу постараться, чтобы это было первое. Вот, да. И будут, короче, всякие там подходы, неподходы. Ну, то есть прям канал очень сильно оживится, я прям сам уже этого жду. Ну, а сегодня, извольте, надо послушать умного человека и, возможно, а что там еще про такси? Сегодня телочек не будет. Ну, как? А ты же, это, женатый. Не, ну я-то не буду к телочкам подкатывать. Ну, ты, в общем, у нас это женишься, да? Да, я женюсь, поэтому телочки закончились, остались в прошлом. И вот в этой машине появляются женатые иногда люди, да? То есть вопреки мнению большинства они думают, что... А вы расскажите, как пикапер и биткоинтер оказались в одно время в одном месте? Как это получилось? А как, кстати, Санек оказалось? У меня же... Она с подругой познакомилась. А, да. А ты общаешься с ней сейчас? Конечно, общаюсь. А она там что, замуж не вышла? Вроде нет, но, наверное, выйдет скоро. Ну, она такая нормальная девчонка, кстати. Ленивец. Нет, я ее называю как бы ленивец. То есть она, ну, прикольная, достойная, как бы, вот, каких мало. Вот, она, я там спрашивал, как мне что-то там продвигаться, как что-то. Вот она меня познакомила с Саньком. Я уж не помню, как это и когда было, но было какое-то время. Может, годом, да. Да, давно было. Тем летом, наверное. А у меня агентство по маркетингу, побочный бизнес, называется «Запускатор». «Запускатор». Да. Оно образовалось из... Вообще я владелец такси-компании, и у нас был отдел маркетинга. И иногда, ну, когда в такси нет маркетинга, у нас он сезонный, надо что-то делать, загружать работы ребят. И поэтому мы начали брать проекты. В смысле, сезонные такси-сезонный бизнес? Да, ну, допустим, мы квартал открутили, рекламу, нам надо понять замер. Ну, то есть... Нет, подожди, а он, в принципе, разве он сезонный бизнес? Нет, такси не сезонный, маркетинг сезонный у нас. То есть нам удобнее делать маркетинг циклично и не постоянно откручивать рекламу, а, грубо говоря, вести компанию квартал, а потом смотреть на замеры. То есть на показатели, ЛТВ высчитывать свой. И опять туда в свое. Ну, да, да, чтобы понять, какой... Ну, ничего, парни, пускай загугляют, да? Нет, да, сейчас, как обычно, те, кто плевался ядом, они продолжат это делать под видео. Саня недавно начал свой канал вести, но его пока что удивляет количество негативных комментариев. Почему у меня пишут дерьмо под видео? А, чувак, как называть канал? Смотри под моими видео, что там пишут, блин. А, у меня канал тоже про... А они ядом брызжут просто, блин. Канал тоже про криптовалюту, про инвестиции в криптовалютные активы, там, это называется ICO channel. Это конкретно о том, как провести ICO, как инвестировать в ICO. Кстати, чуваки, да, кому интересно, будет этот... Там дашь все ссылки, просто мы тебя разместим в этом. Сейчас, наверное, кто-то думает, ааа, заплатили. Саня, где мои бабки, блядь? Ты же мне заплатил уже. Да. А вот и не заплатили. Расскажи, Саня, это... С чего все начиналось? Ты же не всю жизнь занимался вот этими непонятными мне словами и многим другим. Да, где работал до этого, что делал? У нас, в принципе, канал не только про пикап, а вообще про личностный рост, да, и людям, я думаю, интересно будет узнать, у кого какая история, потому что... Многие, сейчас прям секунду, они оправдывают свое бездействие, да, какими-то там, скажем, внешними ситуациями, внешними факторами. Я думаю, что тоже там у нас не из семи миллиардеров, как бы. Ну да, само собой. Древне-игрейского клана какого-то, я не знаю. Да, лет в 17 я пошел продавать кабель в магазине кабель. В магазине кабель? Тавтология какая-то, да? Отматывал кабель и продавал, в принципе, это на все, чего ума хватило. Вот, потом пробовал продавать диски в палатке, такое есть настроение магазин, вот там вот. Дальше на заправке колдовщиком работал, вот, и как-то... Не, ну бабки нужны были все время, потому что, само собой, я не... А ты в Москве, получается, со скольки лет живешь? Да, можно сказать, я москвич просто, на какое-то время я покидал, покидал столицу, был в Украине, вот. А в Москве постоянно нужны были деньги, потому что живу я с мамой, ну, как бы, жил я с мамой, уже давно с ней не живу. Вот, и мама школьный учитель, в принципе, в 17 лет я уж почувствовал сильную зависимость от денег, что они были нужны, и вот начал пытаться как-то зарабатывать. Вот, учился в колледже тогда, в финансовом, и потом пошел на практику в налоговой, понял, что налоговая это дно, еще то... Почему? Там, ну, что-то 9 тысяч рублей, короче, я зарабатывал, как в палатке настроения в 17 лет. Вот, дальше был колл-центр, какого-то хом-кредит-банка. Колл-центр, что ты там делал в колл-центре? Звонил, кредиты предлагал людям, продавал. А ты по холодной звонки делал, да? Нет, там по теплой базе клиентов, ну, те, кто уже приобрели с дуру какие-то услуги хом-кредит. С дуру? В те времена, это вот когда был, 10 лет назад, да, только с дуру можно было в русском стандарте или в хом-кредите взять какой-то кредит. А что там, адский процент какой-то? Да, да, что-то там было нереальное. Условия были очень плохие. И, как бы, работа была реально адской. И там по 12 часов ты сидишь, и телефон звонит сам. Ну, то есть он звонит сам, и ты не можешь там не начать говорить. А, то есть он автодозванивается, да? Да, да, да. Реально, как бы, конечно, есть люди, которые должны заниматься такой работой, но вот нормальный человек, который хочет деньги зарабатывать, он должен думать головой. А сколько раз ты из ста, например, соглашаются, а остальные посылают на хуй? Это, кстати, какой-то параллель с пикапом имеет, да, потому что, то есть ты... Много подходов, да, надо делать? Да, то есть ты, как бы, ну, то есть ты привыкаешь к отказам, то есть когда ты боишься, вообще сложно что-то делать и в продажах работать, да, и в пикапе там что-то. Вот сколько, какая там была конверсия, чувак? Ну, как минимум, из 100 звонков, наверное, только 3 закрывались продажами. А были кто прям жестко реагировал, типа, идите на хуй? Ну да, конечно, говорили, прям иди на хуй, твой банк там, ну, то есть я и за 50 рублей снял с меня 10 тысяч, ты говоришь, ну, извините, как бы, ну, это... Это не ты, да, это банк. Ну, да, ничего личного, попробуйте взять у нас еще 15 тысяч перекрытия 50. Еще раз наебали, короче. Да, ну, как бы, почему бы и нет. А он такой, а, да, чё-то я не подумал. Как мне перекрыть мой кредит, это можно у вас еще раз взять и говорить, что да, у вас есть персональное предложение, в общем, не, работа не прикольная. Я пошел потом в Сити Банк холодные звонки уже делать, то есть там просто в два раза больше платили, а клад был в два раза больше. Я тогда подумал, пойду-ка я в Сити Банке буду продавать ту же фигню кредитные карты, а там вообще прикольная работа. Там просто тебе дают сим-карту и желтые страницы, такую книжонку. А, я помню, типа спрашиваю. И ты пошел по ней бомбить, в общем. И там уже, если из ста у тебя хотя бы три встречи будет, то это клевый результат. Потому что три встречи закончатся, скорее всего, нулем продаж. Надо три встречи в день, чтобы где-то делать... И там еще одна, может, закрывается в лучшем случае. Ну вот прям офигенно. Из три встречи в день и на одной ты там продал карт, ну то есть кому-то втюхал кредитные карты, то это прям очень, очень крутой результат. А мне вот Тинькофф принесли карту, я ее даже как бы, ну я не стал даже, ну я не думал даже, чтобы ей пользоваться, скорее всего, какой-то ебический процент. Да не, не стоит, конечно. Ну просто как бы раз принесли, я думаю, ну пусть будет. Кредитные деньги это клевый там леверидж. Это вот как делают, ну не будем говорить тупые, потому что мы можем, ну я могу обидеть кого-нибудь парня, вы не тупые. Ну, блядь, на кредитные деньги покупать там без мотивации, покупать себе шмотки, там тратить их на рестораны на какие-нибудь, блядь, или на какие-нибудь там бытовую технику. Я не понимаю зачем. Кредитные деньги созданы для того, чтобы увеличивать ваше там благо и давать скорость вашему бизнесу, да, там некий леверидж, который позволяет зарабатывать больше, да. У кого-то кредитные деньги это мотивация, чтобы и вашей, да, у кого-то это просто, как это называется, мля, ну легкий способ получить бесплатно, да, потом офигевать. Да, бесплатно, вот он камень и бросьте его в воду вместе с кредитными деньгами, да. То есть, короче, вместе с собой, да. И вот тут, ну, я очень плохо к кредитам отношусь. Пойдем, Саня, пройдемся. В Ситибанке я чуть преуспел, потом был девятый год, сокращение. И вот когда меня сократили и как Ченка послали нахуй Ситибанку. Лучше не торопись, ты сейчас, Дэнчик, не кубаешься, то слово пизда днется. Окей, вот сократили, вот так и начался путь предпринимательства, да. А как ты понял, что надо что-то вот, ну, свое? Ну, потому что, когда я как белка в колесе херачил в корпорации, вообще, не знаю, что такое сон для эти выходные, не было время даже остановиться и подумать, как говорят, помедитировать. И вот когда меня нахуй с работы послали, у меня появилось огромное количество времени, чтобы подумать, помедитировать и понять, ну, что я хочу заниматься чем-то своим, что я не хочу больше работать на корпорацию, да, я хочу делать что-то вот, ну, как бы своими руками. Вот, смотри, тачку пиздит, а с ними. Вот как происходит отжатие. Отжатие. А это белка каржи, Дэнчик, твои друзья. Твои кари фазы, знаешь, белка каржи. Я лично не знаю. Ну, в смысле, вообще, вот от всего, который взял в аренную машину, он будет отвечать за то, что он поставил где попал. Ну, то есть, типа, штраф ему придет, да? А было бы прикольно вот так, типа, сбросил ее посреди дороги, вот, знаешь, посреди арматы, короче, и свалил. Ну, их можно оставлять на платных поставках, и будет это бесплатно, но если нарушил, то тогда будет. Смотри, Саня, а ты тогда жил, как бы, тебе не надо было за хату платить, да? Да, единственное, что повезло, то, что я жил с родителями, с мамой, и не надо было платить за хату, но, знаешь, что... То есть, время подумать было, с головой не сдох, да? Да, условный момент того, что когда живешь с мамой, тоже, блядь, в идеале надо с ее обуви платить за хату. Нет, понятно, но, грубо говоря, три там месяца можно продержаться. Ну, да, я... О моем случае, там, как и в случае многих, там, сельпозавров, кто приехали, там, в свое время, это... А ты что? Да, смотри. Это я машу. А, ты тоже, да? Которые приехали в свое время, у нас, понимаешь, нет, ну, времени ждать, в любом случае, если, короче, уволили... Сейчас все пацаны, которые смотрят канал, скажут, да хули его смотреть, это москвичная квартира, блядь, ни хера не добился. Ничего, да? Нет, да нет, я просто, смотри, некоторых из них я понимаю, потому что, вот, если, например, у меня там кончили бы бабки, то есть я бы, что, блин, у друзей бы кантовался, там, месяц, потом бы, ну, пришлось бы сваливать, короче. А это, блядь, вот оно, больше, оно не дает тебе времени на спокойное раздумывание. Очень похожая история произошла со мной после банка, потому что я уехал в Сочи. Я помедитировал и решил, что пора что-то делать, создать свое. А хотелось мне тогда заниматься тусовками и мероприятиями, организацией, ивентами. И вот мне предложил мой дружбан-диджей поехать в Сочи. Вот, он на тот момент уже был довольно известным диджеем. Играл там, правда, всякие психоделик транс. А, это на любителей, я тебе скажу. Тема, да, тема на любителя. Я люблю, а вот, как бы, это не повза, короче. Но он такой, его там знали в тусовке, мы часто вместе тусили, и он потом решил играть другую музыку начать. И поэтому мы поехали в клуб Плюш, он там играл, а я листовки раздавал как промоутер. Раздавал там листовки как промоутер клубный, и потом мы придумывали вечеринки, клеили баннеры по этому Сочи. Фишка была в чем, что у нас было 10% со сборов в барах. Ну, там, сколько там набухали люди в баре, наели, 10% мы получали. И плюс он еще получал, что-то там, порядка трех тысяч диджейского гонорара. За номер мы платили полторы тысячи в день. Вот, ну и получается, надо было тоже как-то крутиться. То есть вы бичевали в отеле. Ну, как, отелем это не назвать, это был такой номер. За полторашку, я думаю. Да, на улице, кто в Сачах был, это была улица Виноградная или Виноградовая. Да, ладно, я, по-моему, там был, где-то, что-то отель. Это какой отель, это частный, Фазенда. А мы жили на этом, что-то какой-то... Бля, не помню название, вспомню, скажу. Но это был отель. Ну, короче, через месяц бабки у нас закончились, а провели мы там где-то 5 месяцев. И 4 из них приходилось крутиться, бегать по разным клубам, ресторанам, забивать себе другие дни диджейством, забивать другие дни вечеринками. А как вы решили, что все, хватит, надо сваливать? Ну, что-то, когда 2 недели, я уж не жрал. Не жрал 2 недели? Шучу, шучу. Ну да, когда уже... Шучу 3. Когда уже там долг был, 2 недели за номер, нас уже там, это дедуля, у которого мы жили, выгонял. Мы там... Ну, когда прижало со всех сторон, мы уж поняли, что пора сваливать. В общем, это не дело. Мы уже не можем там заработать. Придется вернуться в Москву, да, вот это вот такая фраза. Да, придется обратно ехать, короче. В Барнаул, да, то есть, а в Москву, блядь. Слушай, ну, вот эти бэйки как бы неплохие в Москве. А это было еще в сентябре, самое смешное, я сижу на пляже в сентябре, и ж такие школьники ходят, знаешь, очень непривычное ощущение. Ты вроде такой голый, если, ну, там, в клавках купаешься, с матрасом надувные, мы тут толпы детей 1 сентября из школы уходят. Ну да, потому что тут уже такого нет, конечно. Да, пляжный сезон этот закончился, к концу сентября мы свалили, потому что вообще нельзя было ни работать, найти ни бабок. И приехали в Москву и поняли, что хотим делать. Кстати, вот мы сегодня в Курвазье встречались, а я свой первый диджей сет отыграл в Курвазье и был долгое время диджеем-резидентом в Курвазье. А я учился на диджее, это самое, в джаз-бас-кафе в Самаре. Такое было. Ну, короче, долго это не продлилось. Мне, на самом деле, очень колбасило от того, что я стоял, ну, от людей, какие-то вот эти панические атаки, и, в общем, это мешало даже вот в квадрат попадать, что я был весь вовне. Хотя я любил прогрессив вообще, то есть прогрессив транс, прогрессив хаос, это прям... Не, я попсу любил, мешап, дип там, немножко дипа, всякие там олдскульные хиты, Майкл Джексон там... Саня, это, короче, кладезь непонятных... Мне это понятно, в данном случае я понимаю, чем идет речь. Кладезь непонятных слов. Да, просто... Как будто идея из племени Амазонии, его привезли сюда, и он что-то говорит. Странные вещи, чувак, говорит какие-то странные слова. Вот, и мы, конечно, начали заниматься промоутерской деятельностью, по всяким клубам организовывать вечеринки, сделали промо-группу. Я это не назову предпринимательством каким-то серьезным, потому что для меня бизнес и предпринимательство, это, конечно, сейчас абсолютно другую приобрело, приобрело себе другой окрас. А это детская хуйня. Но мы тогда считали, что у нас свое дело, что мы там в четверг в одном баре забираем, там, тусовку у нас там сбор с кассой, плюс диджейские гонорары в пятницу в другом баре, там, в субботу у нас там в этом клубе выступление. И, в общем, так тянулись, тянулось какое-то время, мы выходили на большие мероприятия, делали там квест для мини-клубера. Короче, мы вышли на какие-то прикольные ивенты большого уровня там. И вот тут уже начался бизнес, тут я понял, что есть подоплека проводить корпоративные мероприятия, внешние и внутренние мероприятия для компании. И что ты потом занимался вот этим... Ивентами, да. Ивентами. У меня было пару партнеров, мы открыли ивент-агентство. Ну, сначала я там, как шпион, внедрялся в разные компании ивентовские, чтобы чуть-чуть поработать, где-то базу украсть, где-то опыт приобрести. Ну, и в итоге, первый мой бизнес, это было ивент-агентство. Так многие люди скажут, мы же говорили, наворовали. То есть у нас, видишь, в стране такой стереотип, ну, не у всех, слава богу, да, и в Москве меньше, что если у человека есть деньги, значит, он их напиздил. Нет, деньги я не пиздил. Ну, вот, получается, что нечестным путем, как бы, а у нас... Если почитать, знаешь, у многих известных там... Тачко уже прошли. В том числе... Да, вроде да. Да как прошли. А вот она. В том числе это, там того же, там, по-моему, Тинькова, там, еще кого-то, там, по-моему, Чичваркин или кого. То есть они прям пишут, что там они, я не знаю, там, контрабандой чего-то занимались джинсом каких-то варенок, блядь, там, да, что-то... Телефонами. Телефонами. Ну, как бы, надо было с чего-то начинать. Понятно, что... Чичваркин вроде не очень хорошо. Не, нельзя сказать, что он тоньше уже где-то, но вроде у него сейчас... Слушай, ну, он сейчас, как бы, не совсем уж херово живет. Видел это видео «Трансформатор» недавно. Ну, и вообще, что он, типа, в Лондоне, там, у него свой винный бизнес какой-то, типа, он, говорит, нет таких, говорит, масштабов, но это, типа, спокойно, ну, так бездата выглядит. Все возняется в сравнении. Да, не, ну, как бы, если ты зарабатывал, может, там, миллиарды... Я, конечно, он больше меня зарабатывает, поэтому он ровный пацан. Ровный? 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 А потом все стали кривые пацаны, такие, знаете, изогнутые. Вроде в Россию, в России его не любят власть, и нельзя сюда вернуться. Поэтому он уехал. Нет, ну, чувак, но, опять же, я не думаю, что у него такая грустилищка по выходным, иначе вечером он плачет сидит. Плохо березки. Нет, на самом деле, я бы, наверное, не смог, у меня менталитет все-таки русский, а так вот, я думаю, это альтернатив стран дофига. Я на английском плохо говорю. Ну, научишься, Саня. Пойдем в тачку. Супер. Ну, в общем, да, после ивентов еще был интернет-магазин корейской косметики попробовал себя в этой теме. И что, нормально? Не, не очень, ну, как не очень, просто мимолетно все. Я к предпринимательству вот отношусь сейчас, мне все о чем заниматься. Если бы дерьмо приносило деньги, я бы знал, кому его продавать, я бы, наверное, продавал бы дерьмо. Саня, пристегнись, перевернись. Окей, если бы я знал, кому оно нужно, да, что оно полезно, да, там, грубо говоря, то вот предпринимательская деятельность стала для меня чем-то таким. Садейска кашек энергии сделать. Вот, это круто. Это круто. Вот, если бы в России что-то такое, ну, как бы они так пристегнутся, так что-то, не понятно. Саня, ну, ты чего? Тихо, тихо, подожди. Что, если бы в России? Да, если бы в России, я знал бы, что есть люди, которые страдают от нехватки дерьма, то я бы им его продавал, потому что, вот, что такое предпринимательство, это найти там, ну, найти потребность, найти потребность и качественно ее закрыть, да, и чем заниматься все равно. После корейской косметики еще был фандрайзинг, там, спонсорство всяких мероприятий, что-то, Yes Working, это нетворкинг-клуб, такси, первый раз я себя в такси, там, лет пять назад, наверное, попробовал. Сейчас, Саня, куда тебя везти? Куда меня? Ты меня прям до дома довезешь? Конечно. Тогда поехали в новые черемушки. А, блядь, заранно сказал, конечно. А где это, Саня? Это Ленинский проспект. Ну? С него на Вернатку, или как, подожди, как же? Ну, плохо, поехали. короче, я могу только так показывать, туда, сюда, ну, в общем, нам на Ленинский, это сейчас на Садовое, и... Да, налево, здесь там, по Садику. Да, ну, в общем, потом такси, и вот такси меня зацепило надолго, так уж вышло, что я уже, я владелец аж нескольких такси компаний, даже мы взяли в управление огромный московский парк, измайловский, вот, и сейчас выпустили новые мобильные приложения, Ростакси. Первое было, так и называлось, Ростакси, транспортный парк, ее мы, ну, то есть, она там прошла процедуру банкротства, и мы ее сейчас оживили заново, потом в промежутке этих событий я делал такой бренд заказа такси Take It, Take It Taxi, вот, ну, в общем, такси, это тоже очень веселый бизнес, там, и когда я очень много привлекал инвестиций в такси, в автомобили, в софт, просто под процент деньги, и созрел пул инвесторов, то есть, я много лет занимался тем, что рейзил, там, да, привлекал бабки в свой бизнес, что я там занимал деньги, перезанимал, брал их у банков, да, для своего бизнеса, брал у физических, ну, у как бы у физических, да, инвесторов, у институциональных инвесторов, короче, институциональных, институциональных, и поэтому, как бы, возник пул людей, которые мне более-менее доверяли, и давали деньги, да, когда, ну, то есть, многим из них я их возвращал, вот, да, и вот так вот возник, на последнем, там, ну, грубо говоря, все знают про этот хайп с биткоином, мы уже давно, там, увлеклись этой историей, и был один из инвесторов, который хотел инвестировать в эту историю, и мы там закупили первые, я помню, там, 40 ферм, вот, начали майнить, ну, только не биткоин, да, мы занимались GPU майнингом, майнингом на видеокартах, майнили всякие альткоины, эфириум, и другие там альткоины, вот, потом начали торговать там, торгу, ну, то есть, изобрели свой торговый алгоритм, начали торговать на полониксе, это такая биржа, да, криптовалютная, начали инвестировать в ICO проекты, и вот, а что, Саня, сколько, ну, удавалось и удается зарабатывать, до последней, вот, по поводу, допустим, ферм, да, вот, сейчас у нас оборот, чтобы не соврать, сейчас скажу, где-то 4 тысячи долларов в день, это вот такой вот приход сейчас по фермам у нас, это оборот, да, это, это оборот чистыми, но мои деньги, или просто компании, там, да, но долларов 200 сейчас я зарабатываю только с ферм, вот, как бы каждый день, да, ну, да, фермы сейчас приносят вот так вот, потом я еще делаю трейды, да, мы проверяем торговый алгоритм, то есть мы, ну, там, приторговываем на бирже, вот, всякими прикольными парами валютными, очень похоже на форекс, на фьючерсную торговлю, потому что рынок круглосуточный, да, можно прям день и ночь, выходные торговать на нем, и вот последняя операция, да, там, последняя инвестиция, мне принесла 460 процентов, чуваки, наверное, которые традиционные инвесторы, просто сейчас охерели от 460 процентов, но я вам даже скажу, что это был за проект, это был проект EOS, да, ICO EOS, да, я там был одним из первых инвесторов, и сделал очень много трейдов, в общем, на этом ICO. а что чувакам вообще посоветуешь по поводу, ну вообще по поводу бизнеса, там, что-то такое, по поводу работы, чем заниматься, как начинать, чем заниматься. спрашивают, например, типа, как найти то, чем мне заниматься, я вот не знаю, короче, понимаешь, первое, это ядом из Ульяновска, работаю грузчиком, ну, не совсем так, но типа, работать, там, на дяде у нас в городе, все, как бы там, много не зарабатывают, не вижу перспектив, вот, что делать, чем заниматься, что скажешь вообще, ребятам, парни, ну вот, как сказать, сейчас, есть такие там периоды, когда, ну, рубишь нормально денег, когда можно, там, миллион рублей в месяц заработать, есть периоды, когда полгода лапу сосешь, там, вот эта предпринимательская деятельность, к сожалению, и надо быть готовым к тому, что, чтобы быть предпринимателем, надо сжать булки, и какое-то время херачить, и будет ничего не получаться. Что сейчас все будет заебись сразу. Да, 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 будет ни хера не получаться, будет, блядь, плохо, будет там жрать нечего, девка, блядь, будет тебя бросать, может, у тебя денег нету, короче, будет, ну, приключений будет до хера, и надо понять, что если ты вот встаешь на путь предпринимательства, то, ну, надо, скорее всего, да, у тебя не получится, как в книжках, да, там, добиться всего сразу, а будет очень тернистая, тяжелая дорожка, но, чтобы ее избежать, людям, то, что будут покупать, вот, блядь, если бы это знание пришло ко мне лет, блин, вот, 21 год, когда я всей хернёй начал заниматься своей, там, блядь, никому не нужной самореализацией, да, вот, если бы я тогда понял, что продавать людям, что они покупают, что они хотят, я бы уже стал долларовым миллионером, данным давно, а сейчас я только на пути к этому. Как это понять? Есть какая-то? Вот, вот, сижу, сидишь ты, допустим, да, это, я не знаю, вот, надо пример, сейчас я придумываю хороший пример, допустим, сижу я в интернете и думаю, блядь, у меня с какого-нибудь кошелька биткоина могут украсть деньги, да, тупой пример, потому что есть уже реализация, но он катит, а у меня могут украсть деньги, мне нужен такой кошелёк, с которого у меня их не украдут, да, для чайника, где у меня там двухфакторная авторизация и ещё что-то, и вот, а такого, допустим, нету, да, решения там, и ты такой, хоп, и вот, вот, скопи немного денег и напиши там такой кошелёк, если ты разработчик, а если ты грузчик, то, да, по-любому есть какая-то хрень, которая тебя запаривает, да, вот ты видишь реально жизненную ситуацию, которая там складывается постоянно, там, не лучшим образом, нет какого-то удачного решения, вот, надо придумать это решение, надо, короче, решить боль какой-то группы, целевых там, клиентов, и это основы маркетинга, ну, и суметь это ещё запаковать, как бы, там, ну, много чего же ещё, ну, как начинают все там, видят, вот, допустим, Васе что-то нужно, он не может это сделать, возьми, сделай, Васе, за деньги это. Я считаю, мы решаем прям, ну, очень такую, скажем, актуальную боль, но у нас есть своя специфика в привлечении клиентов в бизнес, понимаешь, как бы, и хрен его знает, вроде настолько она, эта боль, как бы, интенсивная, там, массовая, как бы, не знаю, тут как бы, как вот Антон говорит, да, что, типа, он где-то там прочитал, что все должно, ну, то есть, это должно быть что-то такое, что само по себе уже, как бы, ну, прям, нужно и продается, а ты просто не должен ему мешать, короче, продаваться, как минимум, да, то есть, и что-то еще улучшать. Короче, нам на ленинский, да? Да. Скажи еще пару слов, что-нибудь такое. Да, что-нибудь умное про маркетинг. Ну, вот в такие моменты, когда у тебя, допустим, у человека ничего не получается, как мотивироваться? Опускаются руки, да. Ну, хорошая есть тема, хороший совет, надо отпустить просто. Вот, допустим, иногда ты сидишь просто, и вот, с войной нам не сюда, нам по прямой, мне кажется, да, и просто там, своими проблемами, вроде уже сам себе оттрахал голову, да, вот в такие моменты ничего хорошего не получится, надо отпустить и разведиться, Ну, что такое отпустить? Пойти в парк погулять, что-то? Ну, да, отпустить это просто. За один день что-то изменится. Ты можешь увидеть что-то, что нужно людям, даже вот тупо пойдя в парк. Ты, значит, опять будешь думать об этой херне. Ну, все, подумал, реализовываешь. Вот так вот действует предприниматель, да? это же вообще просто, ну, не думать, а просто пройти. Отпустить, пока не пройдет решение, потому что, когда мы что-то отпускаем, какую-то проблему, которую часто гоняем, да? Не гонять ее, да? Да, надо просто от нее отстраниться, сказать, как бы, блин, стоп, не хочу больше об этом думать, пусть само разруется. И это помогает. Иногда прям решение приходит сквозь, вот. Ну, стоит только там перестать этого, ну, гонять в голове, и все, решение приходит. У меня такое часто бывало. Я часто вытыкаюсь там, не знаю, просто вот не знаю, чем мне заниматься. Вроде там, в такси такое было вообще там десятки раз. Мы, конкуренты нас обскакивают, у нас постоянно не хватает денег, нас там кидают партнеры там, я не знаю, вот когда вы занимались машинами, я не знаю, там две машины в тотал, нет денег на ремонт. Короче, вроде все должно быть заложено в модели, да, ну, как бы в идеальной модели все заложено, а как вот происходит, да, вот в жизни, бывает не всегда так, как в финансовой модели и в твоем личном плане, да, поэтому надо отпускать некоторые вещи, подстраиваться под какие-то события и более гибким быть в плане там, ну, в плане решений, да. Ну, ребят, как бы, опять же, люди разные, да, сюда приходят, а по сути дела все говорят об одном и том же, потому что, истинно, как правило, они и те же, поэтому херачьте, не задавайтесь, не знаю, ищите свое, возможно, это, прежде чем вы это найдете, да, это нужно будет перелопатить много чего. Да, это непросто, но это будет того стоить, когда получится. Все. Здесь мотивация есть, да, что ты делаешь своих интересов, кайфово будет тебе, а когда ты, что ты где-то работаешь, тебя взяли и уволили, то есть, ну, обидно, блядь, и получается, ты тут понимаешь, как бы, если ты много будешь работать, ты получишь, наверное, это, опять же, вероятность есть, что ты не получишь, какой-то большой, крупный результат, а когда ты работаешь где-то на работе, ну, хотя считаю, что все равно есть крутые специалисты по работе, они должны быть, они должны там строить горизонтальную карьеру именно. Сейчас куда? На Браво. Тут же или вот там дальше разворот? Съезжаем на этот, не, не, дальше, дальше на профсоюзную. А, по кольцу вот так и туда, да? Ага. Ну все, ребята, с нами был Саша. Да, ребят, всем пока. Знаю такую историю клевую, мне ее рассказал, там, один из партнеров по бизнесу, монах перешел через Гималайя, у него спрашивают, блин, как ты это сделал? Он говорит, да очень просто, одну ногу за другую переставлял. Вот такая вот мотивация. То есть, просто каждый день делайте что-то одно ради бизнеса, ну, ради своего бизнеса, своего дела, совершенствуйтесь в этом. Хоть какие-то шашки, да? Да, и когда-нибудь вы увидите, что все начало получаться. Ну, по крайней мере, так было у меня. Я бился об стену головой, и в какой-то момент стенка поддалась. Вот. Круче быть умным и сразу знать, что делать. Но вот не моя тема, все именно болью, ошибками, там, и набиванием шишек, как бы, но все получается. Постает, ну, потихоньку поддается зарабатывать больше, реализовывать какие-то проекты более серьезные, там, серьезные связи. Ребята, значит, ссылки на канал Саши внизу в описании, но если кому-то будет это интересно, я думаю, все равно там найдется какое-то количество людей, у которых это актуально. Там же будет какая-то информация, как можно с ним связаться, если интересно вообще общение какое-то с ним, может быть, консультация или что-то, сотрудничество. Вот. И ссылки для того, чтобы записаться на 12-13 в Питер, на уикенд и на 19-20 в Москву на уикенд, они тоже там. Внизу жду вас на тренингах. Всем удачи, всем пока.